Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Специалисты администрации будут принимать граждан в Витязевском сельском округе по вторникам и четвергам. Кубок главы города-курорта. Спортивные семьи, проживающие в Варваровке, отставили право на выход в финал городского конкурса. В Анапе завершился турнир, посвященный памяти Николая Павлюкова. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Мечты становятся реальностью. Многие анапчане, побывав за границей, завидуют жителям европейских стран. Там чистый порядок даже в мелочах. Сегодня за чистотой и порядком в Анапе следят так же пристально, как в Европе. Важно, чтобы и сами жители города поддерживали идеи властей. Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят. Пока позволяет погода, специалисты горзеленстроя и ЖКХ активно ведут благоустройство бульвара имени майора Евскина. В северо-восточной части сквера начался демонтаж изрядно потрепанных временем и транспортом старых бордюров. Их заменят на новые, которые станут опорой будущему газону. Совсем недавно здесь были высажены лиственные и хвойные деревья. Вообще, оба микрорайона, 3-й А и 3-й Б, относятся к так называемым спальным, жители которых должны иметь возможность не только дома отдохнуть от курортной городской суеты, но и во дворах. А для этого по заданию мэра будут созданы зеленые зоны, не уступающие по красоте и комфорту европейским. Чистота человеческой души зависит в том числе и от чистоты его окружающей. Недаром Анапы из года в год участвуют в федеральной программе капитального ремонта многоквартирных домов, чтобы глаз анапчан и гостей курорта радовали порядок и чистота улиц, а также ухоженность зданий. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Власти Анапы идут навстречу хозяевам земельных участков. Переоформить целевое назначение земли предлагают владельцам мини-гостиниц и гостиничных комплексов и тем самым исправить недоразумение и нарушение законов. Если выдано разрешение по ДЖС, ничего кроме индивидуального жилого строения на земле быть не может. Для переоформления документов и разъяснения норм в Витязевском сельском округе по вторникам и четвергам будут вести прием специалисты из администрации. Об этом сообщила первая вице-мэр Анапы Светлана Яровая на планерном свечании. По детскому краевому закону 1539 в Анапе за неделю провели 105 проверок. 19 несовершеннолетних без сопровождения взрослых ночью вернули под расписку родителям. За нарушение режима пребывания в России 21 иностранец привлечен к административной ответственности. Граждане Узбекистана и Таджикистана оштрафованы и въезд в Россию для них временно запрещен. Проверки иностранных граждан в Анапе продолжат. На прошлой неделе возобновлена и продолжается работа по переоформлению земельных участков. Документы по каждому на делу земли приводят в соответствие. Начиная с этой недели в Витязевском сельском округе специалисты администрации будут вести прием граждан. Владельцы всех земельных участков, оформленных по ДЖС, смогут переоформить целевое назначение земли под коммерческие объекты и мини-гостиницы. Я принимаю следующее решение с целью оказания содействия, не отрывая предпринимателей от их основной трудовой деятельности. Игорь Васильевич, специалиста отправляем в администрацию Витязевского сельского округа. Вторник, четверг с 9 до 13. Будет находиться там, обеспечить его техникой, давать консультации и в поле того, что принимать заявление. Новые правила закупок. Все должны быть запланированы и включены в план график. Вопросы безопасности поднял заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. 27 февраля в СУКО пройдут плановые учения. И масленичные гуляния в воскресенье в городе и сельских населенных пунктах должны пройти на высоком уровне безопасности. Специалисты всех служб, обеспечивающих безопасность в городе, примут участие в комиссии по малым средствам размещения. В Анапе продолжат работу по квалификации гостиниц. Сейчас первое место в крае занимает Олимпийский Сочи. Там все гостиницы под звездами. Анапа на втором месте. Нелегальные перевозки и проблемы с вывозом мусора тоже обсудили на планерке. Светлана Яровая четко поставила цель перед ответственными и обозначила средства исполнения цели. Алексей Васильевич, а что вы предупреждаете про контейнеры? У нас же есть служба, которая может наложить штраф. Вы ехали, на должностное лицо привлекли, никого не уговаривая. Пусть они за вами бегут. Контроль санитарного состояния Пионерского проспекта, благоустройство в городе, установка урн у входа в магазинные кафе. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков ставит эти задачи на каждом планерном совещании. Но пока не все слышат распоряжение властей, хотя эти задания из администрации города никто не отменял. И проверяющая межведомственная комиссия может нагрянуть в любой момент. Пока есть время, стоит прислушаться, чтобы потом не оплачивать штрафы и не краснеть за нарушения. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Встреча трех поколений – уникальная возможность пообщаться с ветеранами, свидетелями и участниками войны. В станице Анапской прошел вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Три-четырех поколений в станице Анапской стало уже доброй традицией. За накрытыми столами собрались ветераны Великой Отечественной войны – Афганистана, Чечни и солдаты ракетной части. В честь Дня защитника Отечества им посвятили праздничный концерт. Исполняющий обязанности главы администрации Анапского сельского округа Олег Гончарук поприветствовал собравшихся. Я заверяю вас, что мы сделаем все, чтобы свою Родину достойно защитить. И мы всегда равнялись на вас, дорогие ветераны, и гордились тем, что вы всегда с нами. Память воинов, не вернувшихся с боевых полей, почтили минута молчания. Всем ветеранам и участникам войн с благодарностью вручили гвоздики. Творческие коллективы выступили со своими танцевальными и вокальными номерами. Военно-патриотическим песням подпевал весь зал. Все должны быть довольны. Это все-таки праздник, праздник наших защитников. А каждой женщине хочется, чтобы рядом был крепкий тыл, сильная спина. Поэтому с праздником всех! Будущие защитники Отечества должны не забывать о верности воинской присяге, чести и мужестве, уметь в самых сложных ситуациях не дрогнуть, продолжить славные боевые традиции отцов и дедов. Алина Гумьярова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В селе Варваровка очередной этап городского конкурса «Папа, мама, я, спортивная семья» собрал шесть команд. Семьи соревновались за право выйти в финал и бороться за кубок главы города-курорта Анапа. За ходом соревнований следила Алина Гумерова. Мальчишки и девчонки, а также их родители, вышли на старт для прохождения веселых эстафет. Шесть команд прокричали свои девизы, дав старт соревнованиям. Каждое задание интересное и необычное. Участники, как в Олимпийских играх, проявили силу, быстроту и ловкость. Бегали, прыгали, тянули канат. Кто самый меткий баскетболист, определили в конкурсе забрасывание мяча в кольцо. У каждого в команде семье по три попытки. Самыми меткими, на удивление, оказались дети. Родители, вы знаете, я хочу сказать, с меньшим желанием хотят участвовать в таких мероприятиях, но дети очень хотят. И уговаривают своих родителей, хочу вам сказать. Некоторые родители отказывались, благодаря детям они примут у нас активное участие, чему мы очень рады. Чтобы между эстафетами у участников соревнований было время передохнуть, а у жюри подсчитать результаты, специально подготовили творческую программу. Танцевальные коллективы развлекали гостей своими номерами. В завершении конкурса команда наградили дипломами и вручили подарки. Все семьи показали хорошие результаты, но на протяжении всего состязания лидировала команда «Максимум», которая стала победителем. Именно они будут представлять субсексский сельский округ в соревнованиях на Кубе главы города. Михаил, Светлана и дочь Вероника всегда стремятся только к победе. Будем тренироваться и мы надеемся, мы уверены, что мы займем и там первое место. Будем стараться. Участие в семейных соревнованиях «Папа, мама, я, спортивная семья» и подготовка к ним объединяют детей и взрослых общими радостными переживаниями и надолго остаются в памяти, как яркое веселое событие. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. И в этот же день в школе номер один провели конкурс для анапчан, жителей города-курорта. Мероприятие началось с приветственного слова почетных гостей. Каждая семья подготовила название команды и девиз. Во время эстафет на площадке царили товарищеский дух и хорошее настроение. Участники с удовольствием катались на самокатах, бегали, бросали мячи. Взрослые участники семейных соревнований нисколько не уступали детям в ловкости, азарте и в воле к победе. Все участники награждены дипломами, кубками и подарками. Самыми спортивными стала семья Матецких. Владимир, Ольга и дочка Мария победы не ожидали, но девиз команды все-таки оправдали. Мы команда смелые, ловкие, умелые. Мы пришли сюда играть и стремиться побеждать. Самые сильные команды города сразятся в финальном этапе конкурса «Папа, мама, я. Спортивная семья». Соревнование на кубок главы муниципального образования город-курорт Анапа состоится 15 марта. В завершении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в спортивном комплексе «Олимп» прошел международный турнир по казачьему рукопашному бою. Организаторы соревнований – Анапское районное казачье общество. Турнир прошел при поддержке Федерации казачьего рукопашного боя «Спас». В Анапу на соревнования приехали казаки из Ростовской области, Ставропольского края и Украины. Всего 22 команды, 250 участников. Торжественную церемонию открытия мероприятия посетили почетные гости. Вице-президент Всеукраинской Федерации «Спас» Константин Рыжков, начальник Анапского отдела наркоконтроля Адам Ханахок, заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Боевое искусство «Спас» – это казачья традиция ведения боя, адаптированная под современные условия. Широкий арсенал, полноконтактная ударная техника руками и ногами, броски, борьба в положении лежа, болевые приемы. Официальным видом спорта казачий бой стал в 2010 году. Соревнования яркие и зрелищные. Участники проявляют характер, волю к победе, несокрушимое упорство. Соревнования длились два дня. По итогам состязаний первое место заняла команда из Таницы-Староминской. Второе место завоевала команда из Курганинска. Спортсмены Анапского районного казачьего общества на третьем месте. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. И в продолжении спортивной темы в Витязеве завершился турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Ежегодный турнир по боксу собрал сильнейших спортсменов-юниоров десятка стран. На соревнованиях выступили представители России, Беларуси, Кубы, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии. Прибыли боксеры из Латвии, Молдовы, Сербии и Украины. На седьмой международный турнир прилетели представители Соединенных Штатов Америки. Судил спортсменов-юниоров судья международной категории Виктор Наджаров. Итоги соревнований подвели в воскресенье 23 февраля. Победитель международного турнира в командном зачете команда России. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион. 1 марта в санатории «Делочь» пройдет день открытых дверей. В программе встреча с генеральным директором Верой Стефановной Севряковой в 10 часов. В 10.30 пройдет презентация лечебно-диагностических отделений санаторного комплекса. С 11 до 14 часов врачи-терапевты и узкие специалисты проведут прием и консультации бесплатно. На обследование компьютерной томографии и УЗИ 1 марта скидка 50%. Дополнительную информацию узнавайте по телефону 549-96. И это все новости на сегодня в завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 26 февраля, в Анапе будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 8-10, ночью плюс 5 градусов по Цельсию. Ветер переменный 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление в норме, 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 6 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова